Детскому телевизионному музыкальному фестивалю конкурсу «Песенка года» 13 лет. Его организовала народная артистка России Ангелина Вовк. Вся моя жизнь телевизионная связана была с детской редакцией, музыкальной редакцией. Для меня это то, как воздух, то, без чего я не представляю своей жизни. Отборочный этап конкурса в Лобни прошел во второй раз. Для каждого участника, а их было 29, выход на сцену школы искусств стал маленькой победой. Надеюсь, не подвести нашу студию. Будем всей студии пытаться выиграть первое место. Песню я выбрала «Здравствуй, утро». Ну, она просто позитивная такая, веселенькая песенка. В жюри фестиваля профессиональные музыканты и продюсеры. Среди них Павел Пушкин, участник проекта «Голос». В прошлом конкурсант песенки года. По его мнению, главный критерий оценки... Мурашки. И поверьте мне, эти мурашки бегают даже от детских песенок. Два часа длился музыкальный марафон. Жюри оценивало не только вокальные данные, но умение держаться на сцене и выбор репертуара. Приветствовались малоизвестные песни и в первую очередь лубнинских авторов. Мы рисуем солнце, звезды и луну. Мы рисуем новую детскую страну. Где иначе в мире, в вашем эдемоне. Где глаза большие, открывает кровь. Чтобы добиваться хороших результатов, в будущем нужно внимательно подходить к выбору материала. Стараться, чтобы песни соответствовали возрасту исполнителя. Чтобы дети понимали, что значит рассказывать песню. «У меня волшебная лукошка, Заберу в него совсем немножко. Чаблонивый цвет, Утренний рассвет И какой-нибудь секрет». По итогам конкурса были определены 11 счастливчиков, Которые стали лауреатами и получили сертификат на поездку в Орленок. В августе на берегу Черного моря состоится финал Международного телевизионного музыкального фестиваля конкурса «Песенка года-2013». Елена Федорова, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».